Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, хотел бы прежде всего ещё раз с удовольствием поприветствовать господина премьер-министра Индии Наринду Моди, который находится в России с официальным визитом, поблагодарить его за то, что он принял наше приглашение. Ежегодные российско-индийские встречи на высшем уровне проводятся уже много лет и стали хорошей, полезной, доброй традицией. Наши переговоры всегда отличаются теплотой и доброжелательной атмосферой, неизменно содержательной и продуктивной. Так было и в этот раз. Отмечу важную особенность нынешнего визита господина Моди. В этом году Индия является страной-партнёром Санкт-Петербургского международного экономического форума. И завтра премьер-министр Индии выступит на пленарном заседании форума в качестве главного почётного гостя. Подчеркну я то, что 2017 год для отношений России и Индии является особым юбилейным. 70 лет назад между нашими государствами были установлены дипломатические связи. И все прошедшие десятилетия двустороннее сотрудничество развивалось поступательно по всем направлениям на дружественной и взаимовыгодной основе. И сейчас российско-индийское партнёрство носит действительно стратегический и особо привилегированный характер. Сегодня с господином премьер-министром мы в первую очередь подробно осмотрели ход реализации решений предыдущего саммита на ГОА, наметили новые совместные планы на перспективу, достигнутые договорённости нашли отражение и в принятой нами Санкт-Петербургской декларации, в ней намечены шаги, реализация которых будет способствовать дальнейшему углублению двустороннего взаимодействия в политической, экономической и гуманитарной сферах. При этом в качестве ключевого приоритета определена задача стимулирования роста товарооборота, совершенствования его структуры, расширения производственной кооперации. Как известно, несколько последних лет объёмы взаимной торговли сокращались, и мы с удовлетворением отмечаем, что в этом году наметилась позитивная динамика, торговый оборот начал расти. Отрадно, что в первом квартале текущего года был зафиксирован рост уже на 29%. Позитивную динамику демонстрируют и взаимные капиталовложения. Накопленные российские инвестиции в индийскую экономику превысили 4 миллиарда долларов, а индийские в экономику России – 8 миллиардов долларов. Всё это говорит о том, что российское и индийское экономическое сотрудничество снова выходят на траекторию роста, и в наших общих интересах закрепить эту позитивную тенденцию. В этом контексте особое значение приобретает эффективная работа Межправкомиссии. Важным направлением её деятельности считаем содействие деловым кругам в продвижении крупных взаимовыгодных совместных проектов. На сегодня сторонами согласован перечень из 19 таких проектов, нацеленных на создание совместных предприятий в области транспортной инфраструктуры, в сфере новых технологий, включая фармацевтику, авиа- и автостроение, алмазо-бриллиантовая отрасль и сельское хозяйство. Мы вот сейчас только встречались с представителями делового мира и видим их заинтересованность в развитии полномасштабного взаимного сотрудничества. В ходе нашей беседы с господином премьер-министром было отмечено успешное сотрудничество в сфере мирного атома – хотел бы на это особо обратить внимание. Введён, как известно, в строй первый блок атомной электростанции «Кудам-Кулам», при строительстве которого использовались самые современные и надёжные российские технологии. Начал вырабатывать электроэнергию второй блок станции. А в октябре 2016 года на совместной с ГПД видеоконференции мы дали старт сооружению третьего и четвёртого блоков АЭС. И мы ещё раз подтвердили совместные планы возвести в Индии не менее 12 энергоблоков российского дизайна, что станет большим вкладом в реализацию планов по развитию атомной энергетики страны. Также условились с индийскими партнёрами углублять сотрудничество в военно-технической сфере на основе соответствующей двусторонней программы, которая рассчитана на период до 2020 года. Отмечу, что наше взаимодействие не ограничивается только прямыми поставками индийским партнёрам новейших образцов российской боевой техники. При участии России в Индии налажена сборка продукции военного назначения. Причём это самая высокотехнологичная продукция. Договорились с господином премьер-министром и далее продолжать совместную разработку и производство современных систем вооружения. Ещё одна важная составляющая российско-индийского партнёрства – это, конечно, гуманитарная сфера. Подписанная программа культурных обменов на 2017-2019 годы направлена на их дальнейшее расширение. Подчеркну, народы наших стран всегда проявляли глубокую взаимную симпатию, подлинный интерес к культуре, истории и духовным ценностям друг друга. Сейчас в России проходит фестиваль индийской культуры, который воспринят российской общественностью с большим интересом. В прошлом году множество положительных откликов вызвал в Индии фестиваль российской культуры. Разумеется, особое внимание уделили с господином Муди и международной тематике. Договорились и впредь взаимодействовать в ООН в таких многосторонних форматах, как BRICS, в том числе, кстати говоря, и в трёхстороннем формате России, Индии, Китай, группе 20, сообща способствовать обеспечению безопасности и стабильности в Азии, регионе Индийского и Тихого океанов. В этой связи Россия приветствует официальное присоединение Индии к Шанхайской организации сотрудничества в качестве полноценного, полноправного члена, которое будет оформлено на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане 8-9 июня, то есть уже через неделю. Конечно, мы говорили и о других направлениях нашего взаимодействия. У нас ещё будет возможность с господином премьер-министром сегодня с глазу на голос поговорить вдвоём. Мы договорились встретиться вечером, поговорить о ситуации в Сирии, в Афганистане, в других горячих точках. У нас в практику, по-моему, входит уже вот такой доверительный обмен с глазу на голос. Я очень ценю, кстати говоря, этот формат. В заключение я хотел бы поблагодарить господина премьер-министра всех наших индийских друзей за конструктивный и плодотворный диалог. Уверен, достигнутые договорённости послужат дальнейшему всестороннему развитию российско-индийского стратегического партнёрства, будут способствовать укреплению дружбы между народами наших стран. Благодарю вас за внимание. Ваше превосходительство, президент Владимир Путин и представители российско-индийской делегаций, сегодня я очень рад находиться здесь, в Санкт-Петербурге, в родном городе президента Путина. И это очень историческое событие, которое связано с этим городом, с моей политической карьерой. В 2001 году, будучи главным министром штата Гуджират, я сопровождал премьер-министра Индии и посетил Санкт-Петербург. Я помню, как мы стояли, я, президент Путин, стояли, и президент Путин и наш премьер-министр, они стояли, а я сидел и подписывал один из договоров. И 16 лет спустя, после этого, я снова посетил Санкт-Петербург, и у меня есть возможность находиться на одной сцене с президентом Путиным в качестве премьер-министра Индии. То, каким образом тепло приняли нашу делегацию, я выражаю вам слова благодарности, это символ дружеских и теплых отношений, которые существуют между нашими странами. Как вы знаете, в этом году Индия и Россия празднуют 70-летие установления дипломатических отношений. Наши отношения говорят, мы в своих отношениях говорим на одном и том же языке в сфере культуры и обороны. Мы говорим на одном языке. За 70 лет, несмотря на меняющуюся глобальную ситуацию, неизменными остаются сильные крепкие отношения между Индией и Россией. Фундаментальная основа наших отношений основывается на любви друг к другу и на крепкой уверенности и доверию в отношениях друг к другу. Это крепкая основа. Наши отношения основываются на этой основе, и таким образом мы развиваем наше сотрудничество в разных направлениях. Как вы знаете, я и президент Путин провели детальные переговоры по всем аспектам нашего сотрудничества. Очень важно ускорить наше взаимодействие для того, чтобы у нас было более яркое будущее. Сегодня мы приняли очень важные решения. Сегодня мы приняли Санкт-Петербургскую декларацию. Это декларация, которая должна стать путем нашей экономической и политической силы. Эта декларация также станет основой стабильности в международной ситуации. Сегодня мы все знаем, что мир взаимосвязан, и все мы зависим друг от друга. Я думаю, что растущее экономическое сотрудничество является важным движущим фактором для нас. Мы должны рассматривать более быстрые темпы роста и наших экономических отношений. Это наша цель, которую мы поставили с президентом Путином. В рамках Петербургского форума вы пригласили Индию стать страной-гостем. Меня вы пригласили выступить на пленарной сессии. Это является символом тесных отношений между нами в экономической сфере. Я уверена, что благодаря всей этой деятельности наши отношения станут еще более тесными и крепкими. Это будет способствовать двухсторонним отношениям. И к 2025 году мы сможем добиться инвестиций в 30 миллиардов долларов. Это та цель, которую мы поставили. И одна из самых важных целей укрепления экономического взаимодействия – это взаимодействие в сфере энергетики, в сфере углеводородов и атомной энергетики. Я очень рад, что сегодня блоки 5 и 6 АЭС Куданкулом мы подвели итоги, договорились об этих блоках. И благодаря этим договоренностям мы переходим на новый этап взаимодействия в сфере атомной энергетики. Индия и Россия смогут не только получить взаимную выгоду, но также мы сможем продолжить наше сотрудничество с другими странами. Даже наши торговые и коммерческие отношения в частном секторе вносят огромный вклад в наши отношения. Я приглашаю представителей частных секторов обеих стран принимать участие в наших отношениях, играть активную роль в этих отношениях, потому что нам нужно как физическое взаимодействие, так и взаимодействие институтов. Это включает взаимодействие в сфере международного транспортного коридора Север-Юг. Это та сфера, где мы можем поддержать наше взаимодействие и придать новую волну нашим отношениям. Мы проводим переговоры по договору о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. Техническое и промышленное сотрудничество также являются важной составляющей нашего экономического сотрудничества. И благодаря этому, та польза, которую мы получим, внесет значимый вклад нашему обществу и экономике. У нас есть общие программы, над которыми мы работаем. Это в сфере науки и технологий. Мы также делаем все для того, чтобы поддержать наших молодых предпринимателей. Это предоставит возможность инновационной экономике нашим будущим молодым поколениям. И я надеюсь, что благодаря этому люди, которые сейчас ищут работу в будущем, будут предоставлять новые рабочие места. И в этом обе страны будут проводить общую научно-техническую комиссию впервые. И я уверен, что это позволит перевести наше научно-техническое сотрудничество на новый уровень. Дорогие друзья, военное сотрудничество между Индией и Россией является крепким. И каковой бы ни была форма глобальных отношений, Индия и Россия, сотрудничество Индии и России в сфере безопасности всегда было общим. Мы всегда учитывали интересы друг друга. Мы провели военно-промышленную конференцию в Индии. И эта конференция сыграет важную роль в том, чтобы гарантировать безопасность, фактор безопасности в мире. Совместное производство вертолетов Камов-226 началось в Индии. И совместное производство фрегатов также осуществляется в настоящее время. Производство в сфере... Совместная работа в сфере... В военной сфере переходит на новый уровень. Поэтому военное сотрудничество между нашими странами получает новое развитие. Мы проводим совместные учения в рамках Индра-2017. Дорогие друзья, очень важной частью наших дружественных отношений является взаимодействие между народами наших стран. Русийская культура всегда пользовалась популярностью в Индии. А индийская культура, йога и аюрведа, также вызывают интерес в России. И это является... Мы гордимся этим, и я уверена, что в этом году, так же, как и мы делали в прошлом, Международный день йоги, который обычно празднуется 21 июня, будет в грандиозных масштабах отпразднован в России. Дорогие друзья, я и президент Путин имели прекрасную возможность обсудить международные вопросы. Мы договорились, что как в сфере терроризма или защиты наших стратегических интересов, а также вопросы новых вызовов Индия и Россия будут всегда поддерживать друг друга. Индия благодарна России за поддержку в вопросах борьбы с терроризмом. Индия и Россия разделяют общие взгляды по вопросам Афганистана и по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона. И мы выражаем общие позиции в рамках Большой двадцатки, в рамках ШОС. Наши обе страны будут работать над тем, чтобы придавать новую форму международного сотрудничества. Дорогие друзья, президент Путин всегда поддерживал Индию, и я благодарю его за его поддержку и руководство. Наши отношения являются тем плодородным деревом, которое за последние лет питалось великими людьми, получало подпитку от великих людей. И среди таких людей был Александр Кадакин. Мы потеряли этого великого друга Индии в этом году, и чтобы отдать дань уважения его памяти, мы приняли решение назвать в его честь одну дорогу в Дели, одну улицу в Дели. Ваше превосходительство, господин Путин. Наши отношения были проверены временем, и они привезли пользу всему миру, Индию и России. Мы всегда поддерживали друг друга, и наши отношения были с толпом силы. И я надеюсь, что наше сотрудничество в будущем принесет стабильность и баланс всему миру. Наши переговоры сегодня прошли очень успешно. Мы приняли решения, которые осветят нашу дорогу в будущем. Еще раз позвольте мне выразить мою благодарность вам и жителям Санкт-Петербурга. Большое спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ